Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы продолжаем чтение книги «При мудрости Иисуса Сына Сирахова», 36 глава. Она отличается от предшествующей, она начинается с молитвы. Действительно, подлинное научение является братом молитвы, совершается в едином духе. И не раз, читая Писание Святых Отцов, мы видим, как их слово легко переходит от обращения к своим слушателям, к адресатам их посланий, переходят к самому Господу Вездесущему, и таким образом слово назидание чередуется со словом молитвы. И 36 глава начинается этим молитвенным обращением. «Помилуй нас, Владыка Божий всех, и призри, и наведи на все народы страх Твой». Как это похоже на молитву преподобного Силуана Афонского. «Допознают Тебя, Господи, все народы земли, Духом Твоим святым. Воздвигни руку Твою на чужие народы, и допознают они могущество Твое». И так не ради какого-то разорения других, не из жестокого желания видеть страдания иных народов, взывают ко Господу праведник, но для того, чтобы и они силой Господней были бы вразумлены и обращены к Нему. «Ибо это и есть подлинное благо для всех народов земли». «Как пред ними Ты явил святость Твою в нас, так пред нами яви величие Твое в них». Очень живописная фраза. С точки зрения их, то, что увидели они, это была наша святость перед ними, наша жизнь, посвященная Тебе, Господи. «А мы желаем быть зрителями Твоего величия над ними. Пускай Твоя десница, слава Твоя, затмит все их ложные светильники. И допознают они Тебя, как мы познали, что нет Бога, кроме Тебя, Господи». Это ли не молитва, призывающая прийти к Господу, который уже не один народ Израиля, но все народы земли призовет в Царствие Своё. «Возобнови знаменья и сотвори новые чудеса. Прославь руку и правую мышцу Твою. Воздвигни ярость и пролей гнев. Истреби противника и уничтожь врага. Ускори время и вспомни клятву. И да возвестят о великих делах Твоих». Бог обещал народу Своему приумножить его, как песок земный, и поклониться всем народам, грядущему семени Израилеву. И об осуществлении этого пророчества молится праведник. «Яростью огня да будет истреблен убегающий от меча, и угнетающий народ Твой да найдут погибель. Сокруши головы начальников вражеских, которые говорят, «Никого нет, кроме нас». Начальники вражеские — это и духи тьмы, которые сами, пав гордостью, эти гордостные чувства и разжигают у своих приспешников. «Собери все колена Иакова и соделай их наследием Твоим, как было сначала. Помилуй, Господи, народ, названный по имени Твоему и Израиля, которого Ты нарек первенцем. Умилосердись над городом святыни Твоей, над Иерусалимом, местом покоя Твоего». И мы сейчас, бывая в Святом Граде Иерусалиме, воистину и видим его местом покоя, поклоняясь Святой Кувуклии, гробу Господню, из которого воссияло солнце воскресения, из которого явилось Богу прощение и примирение. Воистину чувствуем, насколько Духом Святым были воодушевлены эти слова премудрого наставника. «Наполнись, Сион, хвалою обетований Твоих и Твоею славою народ Твой. Даруй свидетельство тем, которые от начала были достоянием Твоим, и воздвигни пророчество от имени Твоего». Для чего нужен пророк? Для утверждения в вере к тех, кто идет еще в полумраке. Время Ветхого Завета — это время лишь приуготовления, ожидания того совершенного света, правды, который воссиял от Девы, когда воплотился Господь наш Иисус Христос. Но пророческий светильник как раз и вел человечество к этому главному событию мировой истории. «Даруй награду надеющимся на Тебя, и да верует пророкам Твоим. Услышь, Господи, молитву рабов Твоих по благословению Аарона о народе Твоем». Аарон — это брат и помощник Моисея в его разумлении народа израильского и в предводительстве по изведению его в землю обетованную. «И познают все живущие на земле, что Ты, Господь, Бог веков». То и дело возвращается мысль в молитве праведника к тому, что должно стать непременно делом спасения всего человечества, распространения Евангелия по всем народам. «Желудок принимает в себя всякую пищу, но пища пищи лучше. Гортань отличает пищу из дичи. Так разумное сердце — слова ложные. Лукавое сердце причинит печаль, но человек многоопытный воздаст ему». И так надлежит не всякое пророчество воспринимать за подлинное. И можно и пищей отравиться, и гортань различает вкусы. Так и разумное сердце отличает пророчество от лжепророчества. И только многоопытный человек сможет избежать этой печали, в которой могут ввергнуть лукавое сердце и лжепророчества. «Женщина примет всякого мужа, но девица девицы лучше». Здесь вновь возвращается наставник к теме супружества, в которой видят для человека, для сына своего, для потомков его важнейшее средство не впасть в обман, не оказаться проигравшим в этой жизни. И мера достоинства женщины, хоть и значительно красота ее, но иная, о которой говорит для наставления отец сыновьям своим. Если есть на языке ее приветливость и кротость, то муж ее выходит из ряда сынов человеческих, тогда как красота жены веселит лицо и всего вожделения для мужа. Если он хочет остаться всего лишь человеком, то хорошо, если будет он женат на красивый. Но если он хочет стать из ряда сынов человеческих выдающимся и приблизиться к ангелам по тем дарам духовным, которые излиет на него Господь, то пускай прежде всего повезет ему с супругой, свойством которого будет приветливость и кротость. Приобретающий жену полагает начало стяжанию, то есть богатству своему. Приобретает соответственно ему помощника опору спокойствия его. Где нет ограды, там расхитится имение, а у кого нет жены, тот будет вздыхать скитаясь. Ибо кто поверит вооруженному разбойнику, скитающемуся из города в город, так и человеку, не имеющему оседлости, и останавливающемуся для ночлега там, где он запоздает. Это интересное наставление к подъятию супружеского креста. Многие сейчас рассуждают о себе так, что гораздо удобнее не обременяться обязанностями супружества. И так кажется и легче, и веселее, но сравнивает такого человека, премудрый наставник с вооруженным разбойником, который и соблазняется, и соблазняет, который скитается из города в город, и не имея оседлости, как дерево, не пустившее корни, не может принести плода. Субтитры создавал DimaTorzok